Пророк Производство киностудии Бухарест, Румыния Автор сценария Титус Попович Роли исполняют Иларион Чабану Овидио Юлио Молдаван Мирче Дьякону Виктор Рибинчук Золтан Вадас Ольга Тудараки И другие Виктор Рибинчук Виктор Рибинчук Виктор Рибинчук Виктор Рибинчук Виктор Рибинчук Виктор Рибинчук Композитор Адриан Энеско Художник Аурелио Айонеско Оператор Николай Мерджиняно Режиссер Дан Пицца Не понимаю, на что вы надеетесь Режиссер Дан Пицца Хотите чего-нибудь выпить? Сейчас принесу Это так называемый пророк Нас бессовестно и откровенно грабит Платит за унцию золота и гроши, а мы принимаем это как должное Хороший стол, здесь не дует А ну убирайтесь отсюда Хватит с этим мириться, пора... Я, кажется, что-то сказал Джон, пошли отсюда Ты что, оглох? К тебе это тоже относится Я Смит, Джек Смит Мотай отсюда Садись, поговорим Я предпочитаю сидеть один за столом Ты, я вижу, нарываешься на неприятности У тебя неплохое зрение Что ж, я к твоим услугам Если захочешь узнать, который час Я буду ждать тебя на улице Сэм, музыку Сэм, музыка Кто следит? Кто тебя нанял, Джек? КОНЕЦ Он поступил, как последний негодяй. Стрелял в спину, верно, ребята? Верно, мистер Уолтеров. Так что дело ясное. Налей-ка всем выпить. Сию минуту, сэр. Пятьсот долларов тому, кто притащит мне этого Джона Брада, живого или мертвого. Я уже объявление заготовил с его физиономией. Слушай, отлично. Ты настоящий художник. Отнеси его, пусть напечатают. Минутку, мистер Уолтеров. Да. Я был здесь и все видел. Он спровоцировал Джонни. Полковник Андерсон. Я в полном недоумении. Вы ставите под сомнение показания этих уважаемых людей? Я только сказал, что он спровоцировал Джонни. Моя обязанность вас предупредить. Все, что вы будете говорить впредь, будет использовано против вас. Вы можете засвидетельствовать, что Джон стрелял честно? Нет, не могу. Я с ним не выходил. Андерсон. Мы миримся с вашей формой, которая постоянно напоминает нам о войне с северянами, только из уважения к вам. Я считаю, что с вашей стороны неразумно вмешиваться в дело заведомо проигранное. Шериф. Я с 1861 года борюсь за дела, заведомо проигранные. Боб. Да, сэр. Принеси мне еще пиво, будь добр. Хорошо, сэр. Леди, мы находимся на территории мормонов. Надеюсь, вы не хотите сказать, мистер Хоффман, что это греховное начало все еще процветает в наше время. Да, мисс Уикенден. Возмутительно. Почему индейцам разрешают ездить в одном вагоне? Они не похожи на индейцев. Скорее, смахивают на мексиканцев. Вы из Мексики, джентльмены? Он что-то спрашивает, ответь ему. Мексика? Мы эмигранты. Ооо, как интересно. Откуда вы? Из какой страны? Из какой страны? Румыния. Да, любезно, мы из Румынии. Деревня Поплака. А, да, да. Сигару. Послушай, не за тем я тебя тащил через весь океан, чтобы ты здесь пыхтел этой штуковиной. Большое спасибо. Спасибо. Куда вы путь держите, джентльмены? Что он говорит? Не знаю. Зачем я тебе словарь покупал, тупица? Сигара. Всякое я певал за свою жизнь, а такую гадость, настоянную на клопах, ни разу. Очень хорошо, сэр, очень хорошо. Слабовато. Вот попробуйте это, потом скажете. Трепкая. Отличная цуйка. Замечательная. Действительно отлично. Спасибо. Спасибо, спасибо. Здорово. Пророк своих парней прислал. Встречают Джеффа Грогона. Спасибо. Ребята, вы ждете Джеффа Грогона? Может, да, а может, нет. Я, например, жду свою невесту. Она едет с курорта из Саратоги. Послушай, Стэн, я не ищу ссоры, но Джефф Грогон не выйдет из поезда в Сэдер-Сити. Ты ему не дашь? Мы не дадим. Если уж вам так интересно, мы никого не ждем. С нас хватит одного. Замолчи. Такое вам дело до Джеффа Грогона? Никакого. Но он нам здесь не нужен. Убирайтесь отсюда. Убирайтесь отсюда. Да благословит вас Господь. Спасибо, мэм. Эй, вы тупоголовые. Послушайте моего совета. Сматывайтесь отсюда и как можно скорее. Еще раз повторяю, Грогон не выйдет в Сэдер-Сити. Джефф Грогон? Джефферсон Феджеральд Грогон, с вашего разрешения. Отойдите, пожалуйста. Дайте мне пройти. Мы не дадим вам пройти, Грогон. Вам нечего делать в Сэдер-Сити. А если я все-таки желаю пройти? Спокойно, не вмешиваться. У нас свои дела. Девушки отдыхают. Эй, ты дурень, скорей. Бежим туда, там безопасней. Отсидимся здесь, пока эти господа не кончат выяснять отношения. Смотри-ка, мне мерещится ли это правда на швен? Небось, стал большим человеком. В политику ударился. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Эй, что там за цирк? А ну разойдись. Живо! Спасибо вам, дружище. Что-то у вас за оружие никогда не видел. Это со времен Плевны. Военный трофей. Плевны, мы нужны такие швеные швенеры сами. Йон! Насколько я понимаю, тот, кто должен был вас встретить, не пришел. Что он говорит? Откуда я знаю, в словаре этого нет? В словаре, в словаре. Ты просто дурак, деньги на ветер выбросили. Скажи что-нибудь, может, он тебя поймет. А как сказать-то? Эй, Йон, где ты? Нас должен был встретить брат. Ваш брат? Да. Поскольку его здесь нет. Едите со мной. Я ваш друг. Френд... Друг. А, друг. Джек, приведи лошадей для этих артиллеристов. Хорошо. Умеете ездить верхом? Что он сказал? ГРУС ГРУС Я хочу! Что самое? Это он! Мне нравится! Я не знаю. Ха! Уходи! 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 Гроган, полковник Андерсон, лейтенант Джефферсон Гроган, бог мой. Сэр, вы все еще носите у нас прославленный серый мундир, ведь прошло уже 15 лет, и никогда его не сниму. Как вы оказались здесь, в Седер-Сити, в этом гнезде Янки и Мормонов? Я тут проездом немного поразлился. Сэр, если мне не изменяет память, в свое время вас никто не мог превзойти в стрельбе из пистолета. Кроме генерала Стюарта, а также в игре в карты, это верно. Соскучился по моему кулаку? Не таращи глаза на этих распухуриных кукол. Не твоего ума дело. Иона нашего не видишь? Мы... Хотите попытать счастье в карты? Чего он? Спрашивает, хотим ли мы играть в карты. Скажи ему, у нас нет денег. Нет денег. Если дело только в этом, я одолжу вам. Убери руки. Спасибо. Вы играете в покер? Да. Если ты думаешь, уважаемый, что нашел простачка, ты глубоко ошибаешься. Продолжение следует... Продолжение следует... Четыре семерки. Деньги ваши. Бери, Троян. Послушай, Роми, отличная штука эти карты. Никогда не знал, что я умею играть. Прошу прощения. Полковник, если вам нужны деньги... Нет, лейтенант, спасибо. Боб, да, сэр. Я ставлю на тебя, Боб. Вы согласны, сэр? У него прекрасное происхождение. Мой дед заплатил за его деда... ...3 тысячи долларов в 1821 году в Луизиане. Что он лепечет? Соглашайтесь. А этот что сказал? Понятия не имею. Говорю тебе, в словаре этого нет. Так вот, господа хорошие, запомните. Если ко мне попадет семерка, я с ней хоть на край света. Три карты, прошу вас. Три карты, прошу вас. Флеш-рояль. Сэр, на Боба можете положиться. Он прекрасно готовит. Ему я обязан тем, что моя форма еще выглядит благополучно. Что он говорит? Кажется, ты его выиграл. Как это я его выиграл? Человека в карту выиграть. Он же не баран. Нет, не пойдет. Не пойдет. Боб, мой мальчик. Боюсь, что с новым хозяином ты утратишь свои хорошие манеры. С каким бы удовольствием я поставил на мою дрожайшую супругу. Раз здесь такой обычай, все пьют. Принесите и нам. Паленку. Пить. Как тебе звать? Имя. Боб. Роберт, сэр. Ну что ж, Боб, давай выпьем. Бери. Водим знакомый. Я Троян брат. И это настойно на клопах. Сколько у вас жен? Одна, мой друг. Только одна. И та сестра пророка. Ты что-то сказал, дорогой? Нет, любимая. Здесь очень душно. Маленькую для мистера Дулиттла, Джереми. Слушаюсь, миссис Дулиттл. И водой. Как низко вы пали. Вы пренебрегли данные мне клятвы. Нарушили данные мне обещания. И навлекли кару Господа на ваши головы. Дети греха. Вы забыли, что ваши родители питались зелеными плодами. Я для вас создал законы, а вы попираете их. Прочь отсюда, развратные женщины. И помните, что не мужчина из женщины был сотворен, а женщина из мужчины. Что, нет у вас дома бесстыжий? Во мне, где есть хлеб и пить воду, как смеете вы пить воду и Господа, и дьявола? Как смеете вы посещать и обитель Господа, и обитель дьявола? Я молюсь, я тружусь ради вас, во имя Всевышнего. А вы... Вы... Шериф, приступайте к своим обязанностям. Хорошо, отец. Мистер Уолтроп, моя бутылка. Сын, оставь одну бутылку для судей. Да, отец. Чего он раскричался? Кто он такой? Кто он такой? Вы чувствуете, как ваши души очищаются от греха? Я вас спрашиваю. Да, мистер Уолтроп. Сын, да, отец. Я вижу здесь незнакомые лица. Что вы делаете в Седор-Сити? Мы, уважаемый господин, я и вот этот парень, мой младший брат, приехали из деревни Поплака. Мы переплыли эту огромную воду, океан, будь он проклят, всю жизнь помнить буду. Все, что я съедал, он у меня забирал обратно. Приехали мы сюда, в Америку, к брату нашему Йону, подзаработать малость. У нас и письмо от него имеется, доставай, чего стоишь, как копанный. Я так думаю, вы его знаете. Как же его не знать? Его все знают. Вот он наш Йон. Брат. Наш брат. Я как представитель власти, именем закона... В общем, вы арестованы. Я вроде бы понял, мы арестованы. Нет, сэр, эти деньги они честно выиграли. Честно? В карты, мистер Андерсон? Послушай, Роме, как на их языке сказать, идите вы куда подальше? Не знаю, этого нет в словаре. Ах, Роме, влипли мы в историю. И чего я сунулся там на вокзале? Чего теперь говорить? Я думаю, вам следует приступить к допросу обвиняемых. Слушаюсь, господин Уолтроп. Обвиняемые встать. Признавайтесь, вы заблудшие, что ему от нас надо. Откуда я знаю? И предупреждаю вас говорить только правду. Признавайтесь, что вы приехали сюда, в Седер-Сити, с преступными намерениями. Я возражаю, Ваша честь. Вы пытаетесь оказать давление на подсудимых, а также на уважаемых присяжных. Все присутствующие в этом дворце правосудия, возражение отклоняется. Вы обвиняетесь в том, что замышляли заговор вместе с вашим братом. Бедный он, как он постарел с тех пор, как уехал из Поплаке. Разрешите задать вопрос? У вас есть доказательства, что они приехали с целью устроить заговор? Сомневаюсь. А, как известно, любое сомнение толкуется в пользу обвиняемого. Виновны они или невиновны? Суд присяжных тщательно рассмотрел дело и вынес свой вердикт. Виновны. Разрешите огласить приговор. Преступники, вас припроводят отсюда до ближайшего дерева, чтобы вздернуть на веревке и... Разрешите, Ваша честь? Разумеется, мистер Уолтроп. Прошу вас, мистер Уолтроп. Я хотел бы спасти этих грешников от смерти. Направить их на путь истинный. Посему, господин судья, уважаемые господа присяжные, милостиво прошу вас доверить мне, этих иноземцев. Обоснованно подозреваемых в преступных намерениях. Они будут жить у меня в доме. Я буду молиться за них. И научу их молиться. Суд согласен. Верно, отец. Боб? Да, сэр. Приступай к своей новой службе. Да, сэр. Имущество этих людей останется у меня, пока не прояснится дело. Что вы хотите от нас? Пошевеливайте. 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 КОНЕЦ 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 Куда вы так спешите, мистер Рамблер? Ночная прогулка при Луне? Прочь с моей дороги, иначе... Иначе что, мистер Рамблер? Не надо, отец! Ну и норовистая девчонка. Намается с ней мистер Уолтер. Что тут происходит? Просайте пистолеты. Сейчас, сейчас. Быстрее ты тоже. У меня ничего нет. Хорошо, мальчики. А теперь живо отсюда. Джонни, позаботься о ней. Ты был прав. Мы были дураки. Мы были, что не послушали тебя. Джонни, берегись. Мистер Уолтроп. Мистер Уолтроп. Уже пять часов. С кем вы хотите разделить свою ложь в следующую ночь, мистер Уолтроп? С миссис Сарой Уолтроп. Миссис Ребекка Уолтроп. Я ей сообщу, мистер Уолтроп. Миссис Ребекка Уолтроп. Я вам и доволен. Освобождаю вас сегодня от работы. До десяти часов. Спасибо, мистер Уолтроп. Отправляйся на кухню. Ты слышал, негр? Мое место возле хозяина, мэм. Что стоишь? Садись, дружище. Тихо. Ангел вышел из алтаря небесного и молвил громким голосом тому, у кого был острый серп в руке. Положи свой острый серп и собери виноградные гроздья, плоды земли, ибо виноград уже созрел. Сегодня, когда будете трудиться, думайте о глубоком смысле этих слов. Будете думать? Да, мистер Уолтроп. А вы, чужеземцы, возможно, преступники, возможно, апостолы, спошите целину поляны Блэк Кэт, дабы потом труда своего заслужить прощение и хлеб насущный. Миссис Уолтроп, позаботьтесь о том, чтобы червь в ленине забрался в их тела, и чтобы заблудшие сыны эти по праву заслужили свою миску с чечевицей. Хорошо, мистер Уолтроп. А сейчас мы, недостойные, приступим к насыщению нашей немощной плоти. Миссис Уолтроп, вы сегодня свободны. Отдыхайте. Слушай, он, наверное, турецкий поп. Миссис Уолтроп. Теперь, Джун, я должен идти. Нет, мистер Брат, прошу вас, не покидайте меня. Что я буду делать одна? Возвращайтесь в Седер-Сити. Нет. Они там меня тут же найдут, и мистер Уолтроп заставит меня выйти замуж за своего сына Ешу. У него и так уже есть две жены. Пожалуйста, не оставляйте меня. Джун, ради Бога, что я с вами буду делать? Вы знаете, что меня ищут. Как же мне быть? Я скрываюсь. Пожалуйста. Берите свои вещи из телеги. Сейчас. Спасибо. Спошите до ночи отсюда до тех камней. Роми, кажется, мы попали в рабство. Хозяин. Вы садитесь. Отдыхайте. Боб будет работать за вас. Что он сказал? Да что ты привязался? Откуда я знаю? Эй, вы не разговаривайте. Целыми днями только и спрашиваю. Что сказал, что сказал. Работать. Слушай, братец, Боюсь, кончится тем, что я все же стукну эту красотку. Где Джун Амблер? Где ваше оружие? Мистер Уолтер, позвольте вам все объяснить. Вы, мусор вонючий. Все шло прекрасно. Оно и видно. Мы поднялись в горы. Поджидали их там, около Троуд-Ривер. Старик Амблер встал на дыбы, схватил ружье, и нам пришлось его убить. Мир ему и покой. И вдруг, прямо со скалы, спрыгнул Джон Брэд. Это получилось так внезапно? Да, так внезапно, мистер Уолтерп. Уилл Клэнтон. Гроза всей округи. Баккарни, самый меткий стрелок в Тумстоуне. Говорите, где Джун Амблер? Мистер Уолтерп. Мистер Уолтерп. Мистер Уолтерп. Эти дикари, эти незаконно рожденные, посмели требовать отдыха. Садитесь, мистер Уолтерп. Садитесь. А когда я им сказала, о, мистер Уолтерп, они отобрали у меня ружье, и отстегали меня ветками. О, мистер Уолтерп. Билл! Пат! Айк! Пат! Билл! Пат! Айк! Как я мог поддаться чувству состраданиям? Почему мое сердце не вняло голосу рассудка? Как мог я ослушаться моих учителей и пренебречь всем тем, чему они меня учили? Роми! Скажи ему, если он только до меня дотронется, он увидит Господа Бога раньше, чем ему этого захочется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привяжите их покрепче. Если попробуют бежать, мистер Уолтроп ждет вас. Мистер Уолтроп, письме, которое я получил от вас, было обещано, что наша встреча останется в тайне. Входите в дом, Гроган. Что? Прошу вас, мистер Гроган, окажите мне честь переступить порог моего скромного жилища. Так вот, мистер Уолтроп. Поимка Джона Брадо, дело довольно серьезное, и будет стоить вам 15 тысяч долларов плюс 500 официального вознаграждения. Такова моя цена. Вы преувеличиваете, мистер Гроган, за крестьянина, который коснулся Кольта всего несколько лет тому назад. Мистер Уолтроп, обычно со мной не торгуются. Но поскольку мы с вами имеем обоюдную честь сотрудничать впервые, я хочу напомнить вам, что Джон Брад очень меткий стрелок. Джек Смит это почувствовал на собственной шкуре. Но было установлено, что он стрелял в спину. Кем было установлено, мистер Уолтроп? Шерифом? Вашим сыном. Эзекил Уолтроп, вы подлая свинья. Я давно вам это хотел сказать. А вы, Джефферсон Фитц Кроган, осквернили честь мундира, который когда-то носили. Джефферсон Гроган, вы трус и негодяй. Мистер Гроган, у вас одна цена на все случаи? Боюсь, что да, мистер Уолтроп. Полковник, я подожду вас во дворе. Вы будете стрелять в своего полковника, Джефф? Предложите мне лишних три доллара, сэр, и я отправлю мистера Уолтропа к прадцам. Гроган, да, сэр. Вы негодяй. Вам не следовало этого делать, сэр. Это не в вашу пользу. Идемте, сэр. Позвольте напомнить вам, сэр, что оружие офицера регулярной армии не приспособлено для такого рода бесед. стреляй, подлец. Мистер Уолтроп, могу я внести предложение? Что вы собираетесь с ними делать? На вашем месте, я бы их отпустил. Понимаю. Вы считаете, что они приведут нас к... Йошуа. Йошуа, отпусти этих бродягов. Вы свободны. Троян, куда мы сейчас? Места здесь хватает, Роме. Только люди тут дрянь. Ты плохой человек, парень. Не советуй попадаться мне на дороге. Что он сказал? Ничего. СОВ ? ПОЩНОuição ПОЩЕНИЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Боб, ты отдал честь румынскому флагу и привязал к себе этим мое сердце. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА